Более 4 тысяч экспонатов разных эпох. Именно здесь хранится вся история при Дуновье. Казалось бы, рыбалки и туристических прогулок на катере по Дунаю-Вилково для полноты впечатлений хватило бы с головой. Впрочем, узнавать историю этого края можно не только послушав местного гида или начитавшись в Википедии. Посмотреть на предметы быта основателей города на воде можно в местном краеведческом музее, единственном на территории Вилково. Что удивительно, про него не так много известно. Первоначально он располагался в Доме культуры, куда мы в первую очередь и пришли. Но, как оказалось, экспонаты переехали. По указателям народной тропе и посланиям местных увидеть коллекцию нам удалось. Собирать выставку Александр начал еще в 2002 году. Тогда экспозиция состояла из нарисованных им картин и небольших находок на местности в виде старинных монет, глиняных горшков и рыболовных крючков. Некоторые мы собирали сами конкретно, другие пришлось покупать. Ну, разные экспонаты люди приносили. Сами мы как-то ездили за ними. Вели работу в разных направлениях, чтобы все это создать. Хотелось больше показать, нежели картины, понимаете? Поэтому на фоне картин я понемножку стал развивать музей. Сразу появились греческие амфоры, как-то удалось мне их выменять. Потом, меняя картины на экспонаты, я сделал музей. Картинная галерея стала быстро превращаться в большую частную коллекцию древностей. Какие-то экспонаты создатель музея находил самостоятельно во время путешествий по Вилково и общения с липованными этническим населением города. А большинство вещей попали сюда из рук местных. В 1746 году сюда бежали запорожцы, донские казаки, старообрядцы, они основали Вилково. Вы видите, здесь также стеклянные поплавки, кутыли. Они плавали в море, держали сети. Вы видите всевозможные ловушки. Это вот такие вот вентяря, сети, прочее. Они сильно отличаются от тех, что существуют сейчас? Ну, практически мало чем. Ну, вот, например, вот такие. Сейчас такая снасть, она запрещена. Раньше имя ловили белух. На эти крючья самоловы они накалывались. Сейчас она считается негуманной. Это не экспедиция, это просто поиск. Ну, как-то берем машину и едем куда-то в поля. Там поищем немножко два металлодетектора, поищем, если найдем какую-то монетку. Это удача. Значит, ее на стенд, в стенд туда под стекло, в музей. Посещение этого места займет около часа. А эмоции от собранных по крупицам экспонатов не оставят вас еще на долгое время. Каждый артефакт просто пропитан духом города и большой историей этого края. Не постесняйтесь позвонить по указанному на сайте музея телефону, чтобы туда попасть. Директоры по совместительству экскурсовод с радостью поведают историю Вилкова. Татьяна Барумбей, Константин Ющерет, телеканал «Репортер». Пятый век до нашей эры.